Добрый вечер, дорогие члены и гости клуба Optima Forma. Некоторые, кто впервые видит мою аватарку в WhatsApp, думают, что я доктор. Наверное, потому что я там в белом халате. А какую ассоциацию у вас вызывают белые халаты? Например, у меня люди в белых одеждах ассоциируются подсознательно с доверием. Мы сейчас дождемся фотографии и, господа, прошу вас, если у вас точно такая же ассоциация про доверие, как у меня, отзовитесь, пожалуйста, в чате плюсиками. Заранее спасибо, а я продолжу. У этого фото интересная предыстория. Халат оказался на мне в результате успешной продажи. Вы же знаете, как руководство любит размышлять по поводу расширения бизнеса. Ирина, нельзя класть яйца в одну корзину. Компания не может на протяжении 40 лет продавать только два типа приборов. Ищите востребованный продукт и выпускайте его на рынок. И казалось, я такой продукт нашла. Но идеального алгоритма по выводу его на рынок у меня не было. И тут, как обычно это бывает, объявляется тендер. Руководство понимает общую неготовность, однако доверяет мне участие в этом тендере. Признаться, мне было очень страшно. В нашей компании уделяется очень большое внимание постпродажной поддержке оборудования. И было бы здорово, если бы новый продукт был продан в Москве. Ну или, по крайней мере, в России. А я продала его заказчику в Грузии. Заказчик – это медный рудник. Если кто не знает, рудник – это место, где добывают и обогащают медную руду. И вот туда, весной прошлого года, в это место, в 80 километрах от Тбилиси, отправилась я в сопровождении сервисным инженером нашей компании для пуска-наладки нового прибора. Обычно сервисные инженеры выезжают по одному, но поскольку эта продажа экспериментальной была, руководство настояло, чтобы поехала и я. Грузия, Грузия! Вай, как прекрасная Грузия ранней весной! Эти вкусные запахи выпечки, красочная чурчела, сочные хинкали, кинзмараули, многоголосые пения, звуки чонгури – все это очаровывало и пленяло. На следующий день перед нами открылась филенчатая дверь. Вот, сказали нам и показали на прибор, стоявший посередине пустой комнаты. Прибор был еще в экспортной упаковке, но покрытый вот таким слоем пыли. Пыль на руднике – дело обычное. После взрывов горной породы на карьере она проникает повсюду. Рассказывали, как австралийцы приезжали, ходили в масках, назвали это место краем географии и не пожелали больше туда возвращаться. Сервисный инженер принялся за работу, а мне, с недоверием, что ты, красотка, здесь забыла, был предложен в стул, чтобы скоротать время. Самым прекрасным откровением в этой истории явилась для меня грузинка, предпенсионного возраста, лаборантка Лали. Мое временное нахождение там не представляло для нее никакой угрозы, и она разоткровенчивалась, что отношение к новому прибору у нее двоякое. С одной стороны, она очень долго ждала, когда ей купят новое, современное оборудование, которое облегчит ей жизнь по анализу огромного количества образцов руды. Вон, посмотрите, указала она на угол, где действительно лежали огромные мешки с горной породой. А с другой стороны, она понимала, что любая автоматизация производства приводит к увольнению сотрудников. И этот страх оказаться неудел с ее методом, который она изучила на третьем курсе института, и всю жизнь в работе его применяла, был очень велик. И это отчаяние и грусть вместе с пылью, казалось, начинает переползать на меня. Но ситуацию спасло традиционное грузинское застолье, на котором нас познакомили с начальником цеха. И я так между делом сказала, что было бы неплохо в эту пустую комнату принести шкаф, пару-тройку столов, стульев, не чай пить, а обсуждать результаты экспериментов. У начальника вспыхнул взор от перспективы перемен, а у Лали затеплилась надежда, что все эти перемены к лучшему. Со следующего дня началась наша творческая дружба. Мы нашли уборщицу, которая помогла нам помыть стены, полы, окна в этой комнате. Нашли старый флипчарс в конце коридора, который поставили рядом с прибором и прописали пошаговую инструкцию по включению и ежедневным проверкам, настройкам прибора. Однако Лали все еще продолжала стесняться своей старомодности. Она рабела, когда сервисный инженер начал проводить обучение по работе с прибором. Все-таки вдвоем веселее и легче, подумала я, и предложила ей пройти обучение вместе. Уже потом, раскладывая по полочкам расходные материалы, мы с ней параллельно обсуждали истории о детях и дачах. Так, за три дня мы вместе создали эту лабораторию, выстроили полностью ее рабочий цикл, и новая производительность труда поражала. Вот так, по требованию руководства, по расширению бизнеса, я оказалась в австралийском крае географии и помогла создать новую лабораторию. Вдохновляла меня тогда идея не быть просто продавцом, а улучшить жизнь людей через прибор. Лали доверилась мне, наверное, потому что мне удалось переместиться в чужую для меня, но ее реальность, и посмотреть ее глазами на этот мир. Дружба переросла в доверие, а доверие стало фундаментом для наших совместных решений. А что с халатом, спросите вы? Он был мне дан по технике безопасности, а вот на фото запечатлен момент, когда мы обсуждаем поставку второго прибора в эту лабораторию. И знаете что, когда готовилась эта речь, позвонил начальник цеха и сказал, что в 2021 году будет покупать третий. Спасибо.